После этого небосвода в суток на утренние вечерние часы ярко вырисовывается знакомый профиль велича. Гора Ленина образует правый склон долины Курджипса. Поднимаются входы этой реки в Куамское ущелье со стороны поселка Низмай. Виды у нас своеобразные. На склонах скалы можно увидеть скальные полки. Эти полочки, как называют их туристы, являются отличными обзорными точками высоты тысячи метров на Бледном море. С полочек открывается неповторимый обзор панорамы Низмай, Теннолесскую, Новоконасский крепец с его вершинами, на верхней Курджипское ущелье реки Курджипс и хребта Азиштау. Стоя в центре поселка Низмай, присматриваясь в очертания обнажения ущелья, мы видим четкий профиль Ленина. Что интересно, в таком произведенном виде он существует уже много тысячелетий. Купание запрещено! Только да, для наших зрителей такие знаки надо ставить, а? Только для наших зрителей, чтобы на такие знаки ставить на местах. Купание запрещено! Купание запрещено! В 1950-1980-х годах здесь в Купло-Смочной дежуре и охране, а по ущелью несколько раз в сутки проходили железнодорожные составы с деловой древесиной. Пеший проход по Гуанскому ущелью был запрещен в целях безопасности, ведь на некоторых участках ущелья, правда, действие к логозам было практически невозможно. Между диспетчерами железной дороги поселка Низмай и хутора Гуанка имелось переполненное сообщение. А так как ущелье имеет довольно узкие проходы, провода для связи провели выше, закрепив их на специально вбитых кубках. Остатки летели во мне людьми и вбитых кубков можно видеть и сегодня. В конце нашей поездки перед вами появится вторая из лучших сторон. Раньше ее называли домик космонавта. Именно здесь, в 1971 году, некоторое время жил космонавт Виктор Васильевич Горбатко, уроженец Кубани. В Куамском ущелье он восстанавливал силу после своего первого полета в космос. Слева от средней дорожки вы видите впадающий в Курджин сводный поток. Он вытекает от монашней пещеры. Сама пещера расположена гораздо выше, на высоте около 400 метров. Монашняя пещера названа Зле. В начале XX века здесь жили несколько монахов. Ильюха молодец. Ильюха молодец. Это Михайло Афонскую, Закубанскую, вскорую общежительную Урсы. Здесь они нашли себе безопасное убежище. Войти в пещеру удается только по воде, пробираясь на коней. А в подножье водопада можно спуститься с левой стороны только по левому. Я так понимаю, это наши конейства. Сама пещера заканчивается небольшим озером и водопадом. Сейчас средняя дорожка переоборудована в закусочную под названием 1707. Им настолько много проехали от входа ущелья. 1707 метров. Здесь можно перекусить, выпить воды, посидеть по стене вовремя растительности и дальше продолжить свое путешествие пешком. До окончания ущелья еще остается около 1600 метров. Пожалуйста, внимательно следите за объявлениями проводника о возможных изменениях. В том числе Краснодарского края. Сейчас мы с вами движемся по самому непонятному. Миллионы лет назад здесь жили гигантские повески. Плавали гигантские рыбы и огромные динозавры. Наш экскурсионный состав идет между двумя хребтами. Горы, которые вы видите справа, Лаганакских хребет. Слева от нас расположен Гуамский хребет. А прямо перед нами цель нашего пути. Гуамское ущелье. Его длина и километра 300 метров. Сейчас мы незаметно, но неуклонно движемся вверх. Дело в том, что вход в ущелье находится на 80 метров ниже, чем выход. А это значит, что за время экскурсии, пройдя до конца ущелья, вы словно подниметесь на крышу 27-этажного дома. А потом спуститесь обратно. Последний день, который мы видим, по-другому, по-другому, по-другому. По-другому, 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 по-другому идёт. В Гуамской ущелье типичная данина прорыва. После очередного летникового периода на месте, сейчас расположенный поселок Безмай, образовалось горное озеро. Вода из озера вытекала крадуна, подбывая себе извилистый путь в мягких известняковых отложений. Пробиваясь между хребтами Гуама и Лаганадский, река находила самые слабые звенья, и именно здесь прокладывала себе дорогу. И так постепенно, за миллионы лет, Курджипс образовал горное ущелье. На левом берегу Курджипса расположен хутор Гуанка, обширонского района. А в 15 километрах восточной проходит граница Краснодарского края и республики Адыгея. Если подняться выше город, то мы попадем в кавказский государственный природный биосферный заповедник. В ущелье всегда прохладный сыр. Благодаря своему положению, оно необычайно богато на скале растений. Особенно это заметно весной, в начале лета, когда цветет азалия и родододтрон. Своё богатство красок приносит и осень. Одноцветные листья с огромной высоты плавно оседают на дно ущелья. Да и воды стремительно Курджипсе в это время гораздо больше. Но единое посетить эти места стоит даже тем, кто был здесь уже раз. Снежное царство в окружении алюминиевых отвесных скал поражает воображение. Даже Курджипс, дополняя с удовольствием тех проводки вокруг, зимой дешевле, совсем полемой. Вот как описал эти места боятся. Курджипс мальчит, застрянки сели. Коварно лежит на сам скал, керетит сверху, а на среднем мире. Негку и гроза, как и жалко. Коварно лежит под горою, как образ адовых ворот, пугая мрачное синевое деяние вод, овальный грот. Вдруг ракотанья водопада наполнив воздух до краю, и гул стучит, как канонада, как эхо страшное в бою. За поворотом шум уйдется, поднялся птичей голоса, как мираж, в ее любвицы, в скаколейке, молоса. Русские водопадники XIX века, попав в Буамское ущелье, были поражены обилием вельских растений. Заросли родонамброна кавказского, стелющегося мужиклиника, Леонича Грец, незабыть и дочки. Покупавший здесь в местном месте, Георгий Гурджиев, описывал эти места, как отлично похожие на бедринские раки. Неудеятельно, здесь есть утопающие зеленень и горные хриты, есть потрясающие водопады, множество таинственных вещев и красивых доземов. Смешение древесных и пустарниковых морозов здесь необыкновенное, что леса преобладают не тут, а в премисе к ним растут. Рука устала, не мясь. Подвески, проснули щиты, киси, большеведник. Рядом с ними азария, шеплодный двоярышник и плодовишник. В сырных пакетистых мишах встречается вечно зеленое реликтовое дерево сарши всеми мелкими блестящими листочками. Во более сухих местах на узыках растет кис с короткой плоской хвоей. Это ли неудивительно? Древнейшие тепловидивные растения на северном склоне Кавказа. Они сохранились под защитой высоких стен ущербов. Эти растения ввесены в Красной Крыму и причинают им вред, но и причина. Некоторые растения удивительны даже на слух. Только послушайте эти названия. Чубушный Кавказ. Перекачка Талкинская. Синька Андропависная. Слава Андропависная. Слава Андропависная. Слава Андропависная. Скопиона, дважды кинь читая, не затрогая обновенная, а на пути промежуточная Руха лекарственная. Читение прекрасное. Сверха прекрасная. В этих местах во всей своей красе представлены не только растительные, но и в северном, где собитает альбина, где и в Кабану, и в северном, и в северном. Часто можно наблюдать аромат, что происходит сливаться. Пока она там вино делает. Прямо у нас по ногам находится полотно узкокалимной железной дороги. Эта дорога соединяет хутор Дуанка и посылок Низмай, стоящий выше по течению реки. Длина этого участка дороги 9 километров. Секунд, если на тепловой до сюда и обратно выкроете учить больше этого участка. Пожалуйста, внимательно следите за объединениями проводника аварийной последнего рельса. Галилея, по которой мы едем, уже, чем обычная железная дорога. Ее ширина всего 750 миллиметров, то есть 75 сантиметров. Потому и называется она узкокаленькой. Дорогу построили заключенные в годы самой первой советской пятилетки. Это были суровые сталинские 30-е прошлого века. советской промышленности нужна была древесина, а здесь ее было предостаточно. По дорогу измайской корнавики калаганакскому догонию преграждал хребет Гуам. Слева, вот он, бак. реальной возможностью протиснуться через хребет стала Гуамское пущение. Работа была в крайне сложных условиях. Задавались в колючки, натягивали тросы и страховочные веревки, пристегивали себя и инструменты. Никакой строительной техники этой годы и вспоминей не было. Все делали вручную с помощью гура, кирки и лома. В скале сверлили отверстия шурфы. Вы сейчас можете увидеть их следы. Матяшуфы закладывали цепчатку. Такая технология называется турецкой. За революцией ее приклеили при прокладывании дороги на красную поляну. Видимо, в примерно все самые революционные времена и появилось имя у одной местной скалы — скала Ленин. Это название не увидишь на карте края. Так город называют жители поселка Мизмай и станицы Тимнолевской.